друзья всех приветствую ну что ж мы добрались до торговой сессии четверга сегодня очень важный день потому что сегодня будет заседать опек в экономическом календаре вроде бы ничего не изменили мы ждем это событие ждем в 22 00 по московскому времени если не поменяются планы хотя какая-то вероятность все-таки есть то соответственно мы готовимся крайне насыщенный торговой сессии четверга и друзья к тому что последующие дни будут весьма волатильными для котировок черного золота вы сами прекрасно могли убедиться в том на что способен рынок нефти когда на нем действуют такие проблемы как избыточное предложение колоссальное падение спроса и как на фоне этого негатива рынок переваривает позитив связанный с возможностью разрешить эти проблемы на прошлой неделе когда появились намеки и сообщения о возможности заключения такого мирового энергетического альянса в котором участвовали бы уже и соединенные штаты америки в купе с россией саудовской аравии рынок очень сильно приободрился и показал рост больше чем на 40 процентов друзья я делаю акцент на такой диапазон хода для того чтобы вы осознали изначально что в ближайшее время часы до конца этой недели в ходе последующих торговых сессий нас могут ожидать похожие движения поэтому пожалуйста прежде всего контролируйте риски загрузку депозитов насколько бы вы не были уверены в том что вы все правильно делаете поверьте рынок это самое коварное существо она способна переиграть всех и даже прежде чем он все-таки пойдет в нужном направлении он может показать все довольно интенсивное движение но в обратную сторону мы говорим о фундаменте и стараемся понять все таки какой хим вектор дальнейшего движения для котировок черного золота может быть более предпочтительным и наверное обоснованным с позиции фундаментального фона вы наверняка знаете друзья мою позицию я не раз вам доказывал пытался обосновать то что нет особо на высоких больших шансов на то что саудовская аравия россия в купе с сша сегодня согласует достаточное снижение производства достаточно прежде всего для того чтобы решить проблему перепроизводства почему я в этом абсолютно уверен потому что последние данные и осветительства о негативном воздействии коронавируса на мировую экономику уже указывают на то что спрос на нефти просел больше чем на 25 миллионов баррелей в сутки при этом при самом оптимистичном сценарии мы сегодня придерживаемся сценария того что страны согласуют снижение на 10 миллионов и здесь я тоже полон скепсиса потому что вчерашние комментарии даже не знаю трампа как на трактовать но он в принципе в ходе своего обращения и отдельных заявлений перед нацией сделал акцент на следующее то что у сша очень много вариантов того как повлиять на рынок нефти если россия и саудовская аравия не договорятся мне кажется это очевидное свидетельство того что сша не будут присоединяться к новому альянсу с точки зрения еще одного члена который возьмет на себя определенную квоту по сокращению производства позиция более менее чем скажем является ясной я повторюсь что штаты уже делали акцент на то что из-за снижения цен на нефть производство и так просела поэтому они изначально заранее выполнили все обязательства потому как убрать со своей стороны опять же роста предложения поэтому все время ляжет конечно же на саудовскую аравию и россию здесь опять же нужно быть реалистом и понимать что две эти страны полностью решить проблему перепроизводства безусловно не смогут поэтому если сегодня друзья будет согласовано с координированное действие механизм влияние поддержки рынка через попытку убрать рынка определенный объем нефти там до 10 миллионов баррелей может быть первоначальная реакция рынка будет рост но все равно это не решение проблемы избыточного предложения которое уже накоплено и уж тем более это то что не сможет бодаться с проблемой продолжающегося снижения спроса из-за по-прежнему того факта что мировая экономика остается в состоянии рецессии также сегодня выйдут еще данные по запасам до заседания опек точнее запасы были опубликованы накануне сегодня мы перевариваем собственно данные по этому отчету запасы выросли на 15 миллионов друзья с роста на 13 миллионов соответственно такая тенденция и динамика явно указывает на то что у нас как минимум есть еще и локальный статистический фактор ставить на снижение котировок нефти поэтому ждем сегодня опек не рассчитываем на какое-то чудо остаемся реалистами готовимся к чрезмерной волатильности но с позицией долгосрочным акцентом на то что котировки все же сохраняют достаточно оснований для развития нисходящей динамики ну а что будет на самом деле увидим друзья уже совсем скоро какой бы позиции вы не придерживались я безусловно желаю вам удачи удачи нам точно сегодня всем понадобится ну уже завтра собственно будем подводить итоги того как рынок вообще отреагирует на решение опек ну и по другим активом быстренько индекс американского доллара 100 0 9 еще на важное событие это заявки на пособие по безработице сегодня ожидается очередной прирост больше чем на 5 миллионов и я надеюсь то что этот релиз станет еще скажем одним доказательством того что пришло уже время уводить капитала именно в защитные активы потому что еще одна неделя роста заявок на пособие по безработице это еще один признак значительного роста безработицы и серьезных экономических потрясений в которых продолжает существовать американская экономика повторюсь друзья что вся мировая экономика с учетом влияния пандемии уже просядет больше чем на два с половиной процента для сравнения даже во время великой депрессии если мне не изменяет память на основании тех источников которые приходилось ранее анализировать спад не превышал даже одного процента вот на этом контрасте доллар мы покупаем против всех активов сегодня даже предлагаю обратить внимание на сделку доллар иена на бай стоп с уровня 109 30 сейчас котировки 108 90 здесь акцент на укрепление позиций защитного доллара и снижение японской иены из-за той чудовищной ситуации в которой оказалась японская экономика ввп уже фактически снизился на 25 процентов экспорт просел на 60 процентов в стране в на большей части территории введено чрезвычайное положение банк японии власти правительства японии премьер-министр сензаба согласовали пакета помощи для экономики объемом друзья один триллион долларов но он судя по всему не помогает поэтому пара доллар иена при текущем фундаменте точно сохранит восходящий вектор по остальным активным евро быть и в долларе 108 69 министры финансов не согласовали пакет финансовой помощи это еще один тревожный звоночек пользу того если вообще смысла тут этого объединения валютного блока евросоюза может быть коронавируса скроется эти проблемы и спустя какое-то время мы будем говорить вообще развали валютного блока по этому цели 105 остаются фунт против доллара 1 23 84 третий день джонсон остается в реанимации комитет по чрезвычайной ситуации возглавляет часа доминик рапа собственно ситуация вокруг корона вируса в англии она ухудшается накануне был зафиксирован очередной пик и максимум по числу летальных исходов пока что фундаментальный фон не меняется друзья я надеюсь то что сегодня заявки помогут росту доллара и мы будем использовать это для давления на фунт в том числе на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания